Всем привет. Взял байк на Ульнова на тест. Я первый человек, который взял байк на Ульнова на тест. Именно взял, и у меня будет одна неделя, чтобы его протестировать. Пишите в комментариях, что можно протестировать, какие бы тесты вы хотели видеть. Ну, а я постараюсь это все делать. Мне не видно. Ну, подписывайтесь на канал, здесь будет море интересного. Байк на Ульнова на тесте на неделю. Погнали! Хайпанем немножечко. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Приправим лайками этот видосик. Всем привет. Так, ну вы, наверное, уже в курсе, какие события происходят, что я получил байк до Ульнова на тест на одну неделю, чтобы его протестировать, покататься и рассказать свои комментарии. И, значит, давайте пойдем по порядку. Вначале, совершенно неожиданно, с утра мне написал Женя и сказал, что можно взять байк на тест. Ну, а что делать? Я, конечно, всегда за. Поехал в Зеленоград, в шоурум. К сожалению, так как ничего не знал, все камеры были разряжены, вот только телефон был. Поэтому там особо не снимал, но вот некоторые кадры вы сейчас можете видеть. Приехало новое оборудование. Ну, про это оборудование уже рассказывалось. Можете на канале Евгения посмотреть. Приехало новое оборудование для теста батарей. Новое оборудование для наладки настройки контроллеров. Кстати, вот можете видеть контроллер, что-то там с ним делается, какие-то настройки снимаются. Так что работа сейчас пойдет еще быстрее с этим контроллером. И, как можете видеть, он практически уже готов, нужно его только настроить. И вообще, основное, что нужно делать, это настройка, потому что практически все детали уже есть. То есть, мотор он есть. Новый мотор, в котором сделан лучший отвод тепла, он есть. Он как раз вот на раме версии установлен. Контроллер свой, вот он есть. Он уже практически тестируется. Дела идут полным ходом. Шоурум вот так вот уже оборудован. Вот можете видеть, приехал скутер Ирбис, который весь переломали, как только можно. И в транспортной компании, и с батареей там что-то сделали. Честно говоря, я не знаю, что. Ну, короче, убили батарею. И там что-то все с копом лежит. Такой кучей там зеркала отломано. В общем, очень странно это все. Как так можно было сделать? Но, в общем, вот такие дела. И далее, прямо оттуда поехал на велосипеде, на байке. Я, давайте, байком его все-таки буду называть, потому что там 14 кВт. Ну, о 14 кВт я чуть позже расскажу. В общем, поехал оттуда, прямо на вокзал. С вокзала сел на электричку. На электричке доехал до Москвы. И дальше уже от вокзала поехал, ну, на нем же, до дома. Вот так вот это было. Не знаю, слышно или не слышно, или видно, или не видно. Привет. Сегодня 16 число, 16 октября. Чувствую себя перекупщиком, или как они? Переконщиком. Знаете, которым машину переправляют в другие города. Я так же еду. Занес нафиг. Камеры сейчас нет, потому что так получилось, что... Так получилось, что Женя мне написал днем. То есть мы никак не договаривались. Так получилось, что я сразу выехал. Но выехал, так выехал. Ничего не зарядил. Сейчас уже вечер. Уже 7 с чем-то часов. Еду, гоню раму-версию с мотором Нуйнова. Да, в Москву. Переконяем байк в Москву. Теперь байк Нуйнова будет в Москве. Такое-то время, но неделю. Будем тестировать. Приехал, немножко поснимал. Просто на него посмотрел, полюбовался. Что этот байк теперь у меня. Конечно, только на неделю, но... И, кстати, надо отметить, что пока я ехал вот по шоссе, например, заметил, что он как-то не особо сильно разгоняется. Но вот сейчас об этом и расскажу. На следующий день, естественно, что многие люди хотят знать расход этого байка. И поэтому первым делом я поехал на свою любимую аллею, чтобы протестировать, не то что протестировать, посмотреть, снять настройки, если получится. Женя уже говорил, что снять таким образом параметры не получается, потому что... На самом деле, сам не знаю почему. Это ли не мистика? Ну, сейчас давайте поподробнее об этом. Приехал я на свою любимую аллею. Место красивое, погода шикарная, 12 плюс градусов. Ну, просто красота. Ни дождя, ничего. Просто шикарнейшая погода, чтобы кататься. Оделся тепло, чтобы специально пролупить немножко один-два раза. Но в основном ехал, экономим батарею, чтобы и обратно доехать, и там покататься, в общем. Батарея здесь 48 вольт 20 ампер часов. Даже не 48, там где-то 54, что ли. 20 ампер часов. И примерно рассчитывал на расстояние где-то 30-35 километров, может быть, даже 40. И, в общем, поехал. Подцепил токовые клещи к проводу от батареи. Там я и цеплял и на плюс, и на минус. И вот в этом моменте надо отметить, что не получается снять показания, потому что, я так понимаю, данные прыгают. То ли потому, что это частотник. Как-то энергия из батареи берется с какой-то частотой. Только клещи не могут быстро распознать, какие там значения, и поэтому останавливаются на минимальных. Вот не знаю, на самом деле, от чего это происходит. Это элементарная физика. Но, к сожалению, амперы снять не удалось никаким образом, сколько бы я ни старался. А я, конечно, в следующие дни постараюсь еще как-то попробовать какие-то хотя бы данные получить. У меня получилось. И, кстати, Женя говорил, что другие люди пытались это сделать, но у них тоже ничего не получилось. Поэтому, собственно, они говорят, что нельзя, не получается снять вот эти данные по техническим причинам. Но не получается снять эти данные. Данные должен снимать сам контроллер, а в нем такой функции нет. Я так понимаю, функция текущего расхода есть в собственном контроллере. Там эта функция будет, там это будет все видно. Но вот он пока настраивается. И когда его настроят, там все это дело покажут. Там уже будут точные данные, а не вот эти вот прыгающие непонятные цифры. Люблю науку. Обращаюсь к тем, кто подготавливал этот байк. Я могу понять, для чего ограничили мощность. То есть, мощность здесь ограничили где-то до 6 киловатт. Это нормально. Это вполне понятно, чтобы люди могли прокатиться, а не разряжаться сразу. Чтобы они могли проехать дальше, оценить возможности и так далее. 6 киловатт это вполне нормально. Это адекватно. Это я даже поддерживаю. Но скажите мне, пожалуйста, для чего вы ограничили максимальную скорость 50 километров в час? Я не понял. То есть, вот хочу обратиться сразу. Вы даете байк на тест. На тест. Не на покатушке. Покатушки были в шоуруме. Чтобы я протестировал и рассказал свои впечатления. Ну, впечатления я, естественно, расскажу. У меня их масса. Ну, просто, что я должен делать с этим байком? Он не может разгоняться до 60. Я не могу даже замерить разгон до 60. Что мне с ним делать еще? И вот здесь наступает самый интересный момент. Я проехал 11 километров. Сейчас уже не помню, 11 или 12. Никак не рассчитывал остановиться. Но вот что случилось. Включил на максимальное 400. Давайте попробуем разгон. 6 ампер. Так. Все, приехали. Так. Все, ручка не работает. Либо аккумулятор сел, но я проехал 12 километров. Аккумулятор не мог сесть. В чем дело? Зарядил по полной. Байк просто вырубился. БМС-ка отрубила батарею, и байк просто остановился. Я думал, что сработало какое-то превышение, перегрузка или еще что-то. Просто перезагрузил, включил заново и, собственно, поехал дальше. Поехал дальше, я подчеркиваю. Не обратно, а поехал дальше. Потому что никак не рассчитывал на максимальный пробег. 10 километров. Ну, это что такое? В общем, короче говоря, насколько я понимаю, за время покатушек в шоуруме и жестких тестов по лестницам, какая-то ячейка просто сдохла. Она просто просела. И БМС-ка просто вырубает всю батарею. Самое интересное, опять хочу обратиться к тем, кто подготавливал этот байк. Мне дали зарядку, потому что у меня Чирока, и она выдает 30 ампер. А батарея здесь какой-то лифер, и 30 ампер, он просто не выживет от 30 ампер. Ему надо где-то максимум 20, но в пике 20. Это на зарядку я имею в виду. И, короче говоря, батарея рассчитана на 56 вольт, а зарядка на 54, то есть она заряжает даже 53,7 максимально. Скажите мне, как я должен заряжать батарею, на которой стоит балансирующая БМС с лампочками, если балансир срабатывает на 56 вольт, а у меня зарядка заряжает только на 54, никакие лампочки не горят, и 2 вольта куда-то девается просто в воздух, они не заряжаются, и ячейки не балансируются. В итоге я проезжаю 10 километров. Я ничего не хочу сказать, но нужно было как-то байк подготовить, посмотреть там, сколько он проезжает. Скорее всего, вы просто не проезжали больше 10 километров в день на нем, и на нем в шоуруме не катались больше 10 километров, поэтому о проблеме не в курсе. Но, не знаю, нужно было хотя бы подготовить зарядку, которая может заряжать батарею на все 100%, но, короче говоря, имеем то, что имеем. В итоге домой я возвращался 12 километров на педали, и здесь встает вопрос, что мы тестируем, байк или меня? Это жесть какая-то. Жень, зачем ты мне дал велосипед, точнее мощный байк на 14 киловатт, в котором батареи хватает на 10 километров? Э, почему? Почему так мало? Почему ты меня так не любишь? Что говорится, что я тебе сделал. Ну, это я шучу на самом деле. Мой пробег 12 километров на педалях. Мне, конечно, очень сильно повезло, что это не крошка. Крошку было бы совсем тяжко педалировать. А этот мотор совершенно спокойно крутится, у него прекрасный накат, что не может, кстати, не радовать. Это один из его основных, ну, пока что основных плюсов, потому что расход мы просто пока не знаем. Довольно сильно подзадолбавшись, ехал домой на педалях. Так, включаюсь. Самые смешные, лампочки горят. Все, причем. Не знаю, может, ячейки... Нет, все, вырубается. Придется ехать до дома. Пешком, хотел сказать. Придется ехать на педалях. Ну, это, конечно, охранник, можно. Не рассчитывал на такое маленькое расстояние, потому что специально сюда, когда едет пчелник, ну, ладно, так вот. Специально, когда сюда ехал, не вжарил. Специально. Медленно, спокойно, где-то 30-35... Даже нет, 35-40 километров в час по обочине МКАДа, чтобы сюда доехать. 10 километров. Спокойно, медленно, кое-где крутят педали, кое-где просто газ отпускал он по инерции. Спокойно едет. Далеко проезжает просто по инерции. Потому что накат хороший. Но, на весь путь 15 километров я как-то не рассчитывал. Значит, батарея очень хреновая. То ли ее высадили катальцы, которые катались в шоу-рубе, и какая-то там учейка сдохла, я не знаю. Зарядил я ее по полу, когда выезжал. Так что, я не знаю. Ну все, работает. Еще байк. Что мы имеем в конце первого тестового дня? Максимальная скорость, которой ограничен байк, 50 километров в час, ну 53 где-то. Максимальная мощность его 6 киловатт, ограничение фазного тока. И максимальная дальность 12 километров из-за дохлой ячейки и невозможность зарядить байк на 100%. Так как у меня ни магазин и зарядок других нет, а Chirroco заряжать не получится. И Chirroco, я насколько знаю, без перепайки не выдает 56 вольт. У меня настроение на 47, и по-моему 49 там максимальное, а нужно 56. Короче говоря, зарядить на 100% и отбалансировать батарею я не могу. Сменить настройки контроллера и убрать ограничения 50 километров в час я не могу. Поэтому после первого дня мы имеем вот такое. Но зато я знаю, что байк прекрасно педалируется. Даже в гору я немножко попытался въехать. Конечно, байк тяжелый, и это, конечно, не очень удобно. Но как экстренный вариант это нормально. Нужно учитывать, что этот мотор мощный на 20 киловатт в пике. И такой мотор не будет ставиться на велосипеды, это просто незачем. На велосипедах нужно ставить вот тот же самый колобок, который 186 габарита, и весит, по-моему, 6 или 7 килограмм всего. 6 или 7 килограмм, и в пике выдает 10 киловатт. Вот это нормально. Вот это вполне сносный вариант. И педалироваться он будет легче, и сам байк будет легче. А вот. А этот мотор где-то, ну не знаю, на скутере, вот допустим, на тот же Ирбис, он прекрасно там смотрится. Либо там на авто, либо на мотоцикл, ну такую, на большую технику. А на велосипеды такой мотор ставиться не будет. Это еще раз хочу отметить просто, как стенд используется. Для снятия характеристик, для демонстрации и так далее. Ну, в общем, вот такие дела. Обязательно подпишитесь на канал, потому что дальше будут еще тесты, дальше будут еще впечатления. Это я просто рассказал такой первый блин комом. Ну, первый блин всегда комом. Всегда так получается. И нельзя на самом деле все предусмотреть, потому что на байке совершенно нормально катались в шоуруме, с ним не было никаких проблем. Но вот с батареей на самом деле накосячили, потому что нужно было все-таки учитывать, что раз на тесте мощный байк, на него нужно ставить мощную емкую батарею, чтобы можно этот байк протестировать. А не так, чтобы ячейка сдохла посреди дороги и байк остановился. Ну, как говорится, знал бы, где упасть, соломки постелил. Ага, ага. Сразу скажу, были еще интересные моменты. Так что подписывайтесь на канал. Это не все, это только первый день я рассказал. А также в соцсетях, особенно ВКонтакте появляются там фотки, некоторые впечатления буду выкладывать туда еще. В общем, пишите комментарии, что рассказать, что показать. Байк пока у меня. Всем пока.